С бурным развитием интернет-технологий мошенничество приобретает пугающий массовый характер. В современном мире никто не застрахован от посягательств на информацию и деньги доверчивых граждан. СМС-сообщения от якобы родственников, попавших в беду и просьбы вернуть деньги за мобильную связь, стали привычным делом. Мне пришла СМС-ка, явно от мошенников, которые утверждают, что положили мне 100 рублей на счет. И тут же присылают мне ошибка. Ошиблась, положила вам 100 рублей, верните на номер Яна. Проект информационной безопасности сети интернет создан для повышения информированности населения. О правильном поведении в сети ясно и сложено в брошюрах. Практически, наверное, все преступления нацелены на уязвимые группы населения. Это либо дети, которые еще не могут за себя постоять и которые плохо ориентируются в окружающем мире, либо это граждане пожилого возраста, которые уже в силу своего возраста не воспринимают опасность каких-то шагов. На пресс-конференции специалисты правовой сферы не раз подчеркивали необходимость осторожности и грамотности в работе с информацией. Казалось бы, какую ответственность могут нести пользователи соцсетей, оставляющие комментарии и выкладывающие посты? На самом деле, все намного сложнее, чем думает большинство граждан. К примеру, ты какой-то разместил контент, а его кто-то комментирует, и это на твоей странице содержится. Ты отвечаешь за него. То есть у тебя будет, допустим, оскорбление какое-то, клевета. Ты полностью отвечаешь за свой контент. Вот это надо будет забывать. На сегодняшний день издано 3000 экземпляров брошюры. Начинается этап распространения, который охватит все образовательные организации региона. Кроме того, брошюра будет представлена на площадках Ульянского регионального отделения в рамках Дня ребенка 20 ноября. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.